Все соревнуются, чтобы получить больший кусок пирога, а пирог больше не увеличивается. Пол Грей, Ууд Маккензи. После достижения максимальных цен за многие годы во вторник стоимость фьючерса на железную руду резко снизилась в Азии. Как вы считаете, продлится ли этот тренд в будущем? Да, мы считаем, что этот тренд будет продолжаться в будущем. Наш прогноз для цен на железную руду в четвертом квартале до победы Трампа был на уровне 56 долларов за тонну. А в следующем году, по нашему мнению, цена должна достичь уровня в 50 долларов за тонну. Но учитывая недавние события и значительное повышение цен, которые мы наблюдали в течение нескольких последних дней, нам, скорее всего, предстоит пересмотреть наши краткосрочные прогнозы, то есть прогнозы на четвертый квартал в сторону повышения. Но при этом мы все еще видим минимальные риски повышения прогнозируемой цены на этот ресурс в 2017 году. Мы не изменили свое мнение о том, что мы увидим застой со стороны спроса, объемы предложения будут сокращаться, и, соответственно, цены будут снижаться. В целом, конкуренция на рынке железной руды усилится. Мы увидим сужение границ прибыльности, будет происходить активная борьба за долю рынка. Как я уже говорил, мы прогнозируем застой в контексте спроса. Все хотят заполучить больший кусок пирога, а пирог больше не увеличивается. В отличие от того, что происходило в течение нескольких последних лет, когда мы наблюдали ежегодный рост этого рынка. Мы считаем, что объемы спроса со стороны Китая уже достигли своего пика, и они не будут увеличиваться в течение нескольких следующих лет. В будущем рынку железной руды придется нелегко. Текущие цены превышают стабильные уровни. Они составляют 79 долларов 70 центов. Тем не менее, предвещаете ли вы положительные изменения на рынке железной руды в будущем? Конечно, мы рассчитываем и на положительные изменения. Несомненно, в будущем ценам будет тяжело удержаться на текущем уровне. Но объемы торговли железной руды по морю могут увеличиться. То есть, мы будем продавать больше тонн этого ресурса по более низким ценам в течение нескольких следующих лет. И главным двигателем цен на этом рынке, конечно, будет Китай. Так как Китай и сталилитейная промышленность Китая – это главные двигатели рынка железной руды. Я бы сказал, что существуют два главных фактора, которые могут повлиять на цены в следующем году. Первый – это объемы инвестиций Китая в сфере инфраструктуры и их способность привлечь частных инвесторов в крупные проекты по развитию инфраструктуры. Если у Китая всё получится, то эти проекты, несомненно, потребуют значительных объемов стали, и, соответственно, объемы торговли с Китаем могут увеличиться. Второй не менее важный фактор – это объемы экспорта продукции сталилитейной промышленности Китая. Объемы экспорта такой продукции значительно увеличивались в течение нескольких последних лет. А это оказало поддержку сталилитейной промышленности и, конечно, способствовало увеличению спроса на железную руду со стороны Китая. Конечно, существуют определенные проблемы в контексте экспорта стали из Китая. Возможно, в будущем будут внедрены дополнительные ограничения на экспорт стали из этой страны. Но пока что им удавалось постепенно увеличивать объемы экспорта стальных продуктов. А это, в свою очередь, способствовало увеличению объемов импорта железной руды. Рынок железной руды Австралии в значительной степени зависит от рынка Китая. Насколько вы уверены в состоянии рынка железной руды Австралии и Китая? Мы, в принципе, уверены в состоянии этих рынков. Это правда, что Австралия в значительной степени зависит от Китая в контексте экспорта железной руды. Можно сказать, что Китай – это главный клиент для производителей Австралии. Более 80% всего экспорта из Австралии отправляется в Китай. Но в то же время Китай и зависит от Австралии, так как Австралия отвечает примерно за 60% всего импорта в Китай. Это своеобразный симбиоз. Они полагаются друг на друга для того, чтобы выжить. Я не думаю, что это означает наличие каких-либо рисков. В конце концов, производители стали в Китае продолжают покупать железную руду. Они и так обладают достаточным уровнем конкурентоспособности, и они его только повышают со временем, особенно с учетом государственных субсидий. И для таких производителей огромное значение имеет импорт сырья по самым низким ценам. А как правило, это означает импорт сырья из Австралии. Исходя из такой ценовой тенденции, я полагаю, что Китай продолжит покупать железную руду у Австралии. Пол, спасибо за ваши комментарии. С вами был Джек Эверит, и вы смотрели обзор товарных рынков. Свежий выпуск нашей программы вам представит моя коллега Селест Скиннер. Всего доброго. Bye.